Вы хотите разъяснить, почему в парламенте появились вооруженные люди в форме? Я хочу сказать, что то, что произошло в парламенте на этой неделе, я надеюсь, что это было не больше, чем сезонное обострение у коалиции, потому что если это будет стабильно повторяться, то можно говорить о сворачивании демократических институтов в Украине и узурпации власти. Я объясню, почему. Как минимум, то, что происходило, когда в Раду без разрешения либо Головуичева, либо спикера ввели посторонних людей, но это неуважение к регламенту как минимум. Насколько я понимаю, нужно соглашение еще всех фракций. Нет, не остались 50 голосов. 150 голосов. Более того, было ли 150 голосов у БПП и Народного фронта? Было 100%. Проголосовали бы все остальные? Проголосовали бы тоже. Могли ли они обойти этот вариант? Могли. То есть, была ли надобность в том, чтобы такое делать, прорыв? Потому что произошло синхронно для всех повторяем. Кто не согласится, пусть протестуют. Да. Происходит ситуация. Оксана Сараид что-то говорит. Юрий Береза, не дожидаясь, говорит, заводите. И она сразу говорит, заседание закрыто. Все. Это было правильное действие, на основании которого она фактически... Максим Курич, коалиция... Сейчас, Дмитрий, это было сейчас правильное действие. Максим, вы скажите, коалиция какой-то... Я так считаю, я на вечер. Если дальше будет такое, то у меня вопрос. А Майдан стоял за то, чтобы опять большинство давило оппозицию? Во-первых. И во-вторых, у меня еще один вопрос. А кто-нибудь задумывался о том, что теперь, соответственно, я могу привезти своих побратимов в зал? Андрей Белецкий может привезти своих побратимов в зал? Дмитрий Ярош может привезти своих побратимов в зал? Я прошу прощения. Будем заревноваться, кто больше побратимов в зал заведет? Или все-таки будем жить по моментаторизму?